Всех приветствую на канале подписчиков и тех, кто только к нам присоединился. Кинокартина «Пришельцы. Революция» или, как ее перевели для России, «Пришельцы 3. Взятие Бастилии». Да-да, именно «Пришельцы 3». Если уж вдаваться в подробности и хронологичность, то все было вкратце так. В 1993 году режиссер Жан-Мари Пуаре ставит сверхуспешную картину «Пришельцы». В 1998 году выходит вторая часть этой кинокартины, а в 2001 году выходит ремейк первого фильма в США. Причем ставит его тот же Жан-Мари Пуаре, продолжая традиции Франсиса Вебера. Тот также ставил в США ремейки своих же фильмов. Ну так вот, в 2001 году выходит в США кинокартина «Пришельцы в Америке». В оригинале просто «Пришельцы». К сценарию приложил руку Джон Хьюз, сценарист всех самых известных семейных фильмов США 80-90-х. А уже в 2016 году по сценарию Кристиана Клавье и Жан-Мари Пуаре долгожданная третья часть оригинальных французских «Пришельцев». Мозги могут закипеть. Представляю недоумение людей, которые, не посмотрев ни одной части этого фильма, пришли в кинотеатр, плюхнулись в кресло и начали просмотр. В начале кинокартины им вкратце с помощью титров пересказывают события кинокартины «Пришельцы коридора времени». И начинается повествование именно с того места, где в 1998 году закончилась картина. Половине посмотревшим лента не понравилась. Причин тут несколько. Во-первых, не все видели предыдущие фильмы, и поэтому в черепной коробке смешались люди, кони. Попкорн был съеден, пиво выпито. И поклонники фильмов Марвел стали покидать зрительный зал. Вторая причина – это то, что люди отвыкли от искрометных французских комедий. Ведь, по большому счету, вся их суть была в искрометных диалогах. Если вы знаете, то помимо автора сценария во французском кинематографе, очень часто были авторы диалогов. Вот чем славились комедии из Франции. Именно в этом фильме сценарием занимался Жан-Мари Пуаре, а Кристиан Клавье писал уморительные диалоги. Режиссер и сценарист Жан-Мари Пуаре за пару десятилетий приложил руку громадной массе потрясающих комедий, из которых сложилось чувство юмора у многих тысяч людей. Исполнители главных ролей Кристиан Клавье и Жан Рено на сегодняшний момент снялись вместе уже в восьми кинокартинах. И, надеюсь, снимутся еще. Кристиана Клавье по манере игры вообще можно назвать преемником великого Луида Фюнесса. Именно поэтому его герой Жак Куй такой харизматичный. В третьей части киноленты граф Гатфруа Демон Мирай и его оруженосец Жак Куй предстают перед судом во времена Французской революции, где отношение к дворянам, скажем так, мягко было не очень. Попросту их пачками отправляли на машину, названную в честь Жозе Гильотена. Головы слетали с периодичностью конвейера, и перспектива обезглавливания героев не прельщала. Совершив дерзкий побег, Гатфруа и Жак Куй прибывают в родовой замок Демон Мираев, где Гатфруа представляется нынешним хозяевом как австрийский кузен Юбер. Семейство Демон Мирай в спешке собирает вещи, так как в замок направляется общественный обвинитель Жак Уе, потомок Жак Куя, чтобы прибрать замок к себе, а заодно поквитаться с его хозяевами за многовековое унижение его семьи. В кинокартине по традиции обыгрываются в взаимоотношениях хозяина и слуги. Но надо сказать, что Жак Куй стал более дерзок, так как познал в предыдущих частях вольную жизнь. Но все же заметно, несмотря на разные сословия, эти двое стали неразлучными друзьями, но по-прежнему сохраняет социальную дистанцию. Гатфруа все так же кидает объедки своему слуге, расположившемуся у камина. Зубы и зловонное дыхание средневековья, а следовательно и шуточки на эту тему, также имеют место быть. Понятно, что для французов революция – это тема родная, которую они знают вдоль и поперек. И приключения в эту непростую для Франции эпоху на 100% понятны только французам. Комментарии малолетних кинокритиков типа «Скучно, тема сисек не раскрыта» не обоснованы, так как фильма могло и не быть. Ведь после провальных оценок и провала в коммерческом плане американской адаптации «Пришельцев» в 2001 году студия «Гамон» вообще ничего не хотела слышать ни о каких «Пришельцах 3». Лишь в 2013 году Пуаре и Клавье приступили к написанию этой истории. А после того, как и Жан Рено дал свое согласие на участие, в проекте затеплилась жизнь. 18 лет пролегает между второй и третьей частью. Что радует, так это то, что в отличие от большинства продолжений, здесь просто гениально выкрутились из ситуации, почему герои стали такие старые. Спойлеры кидать не буду, посмотрите, поймете о чем я. Кинокартина кончается так же неожиданно, как и начинается, но по крайней мере есть зачин для четвертой части. Я ждал эту киноленту и получил практически то, что ожидал. Кинокартина с фирменным почерком режиссера. Из прошлой съемочной команды практически никого не осталось, кроме композитора Эрика Леви до актрисы Мари Энн Шазель, подружки Жакуя из прошлого фильма. Актриса, кстати, является коллегой Кристиана Клавье по его знаменитой во Франции театральной труппе «Великолепные». Я рекомендую к просмотру этот фильм тем людям, которые в теме приключений графа и его слуги. Если не смотрели, смотреть с самой первой части, а то события в кинокартинах меняются как слайды, можно и не уследить. Всем спасибо за просмотр, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Удачи!